Ира Здравствуйте. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку. Я очень хочу... Ой, меня плохо слышно. За то, что вы нас здесь принимаете. И большое спасибо участникам и организаторам, потому что без вас вообще бы ничего не получилось. Я прилетела из Коннектикута, чтобы с вами здесь сегодня побыть, потому что для меня это очень важно, это большое дело провести время с теми, кто готов помогать и может действительно по-настоящему изменить жизнь тяжелобойного ребенка, потому что Алисе, на которой мы сегодня собираем средства, действительно нужна помощь. Ну вот я хотела немножко поговорить про помощь, вообще как все это устроено, потому что мы очень много людей мы встречаем, которые готовы помогать, но всегда есть много вопросов и непонимания, как устроена система благотворительной помощи и особенно профессиональная благотворительная помощь, вот как организации помогают. Потому что всегда есть вопросы о том, как узнать, как узнать, не мошенники ли это, как понять, что помощь действительно поступает туда, где нужно. Ой, опять меня не слышно. И как, например, проверить и понять, что дальше будет происходить с ребенком. А, да, я там нажимаю на кнопочку, оказывается. Вот. Основной принцип фонда Оранжевый пингвин заключается в том, что мы стараемся каждый раз искать ответы на эти вопросы. То есть каждый новый ребенок, это самое важное для нас найти информацию про ребенка, получить какие-то действительно подтверждения о том, что ребенку нужна, какая помощь нужна. И, ну, например, на примере Алисы девочку знают врачи-специалисты, с которыми мы работаем лично, то есть они с ней работают. Они подбирали ей оборудование, то есть пробовали разные варианты. И мы точно знаем, что то, что мы покупаем, подойдет Алисе. С нашей стороны мы договорились с родителями о том, что мы будем минимум в течение года разговаривать, узнавать их новости и следить за тем, как они оборудование используют. А специалисты, которые с Алисой работают, договорились с семьей о том, что когда Алиса вырастет из этого кресла, она поедет к какому-то другому ребенку. То есть это действительно такая хорошая помощь, которая качественно эффективная. Потому что мы когда открывались и регистрировали организацию, мы поняли, что для нас важно, как для профессиональной организации, чтобы не только каждый человек, которому нужна помощь, мог обратиться и эту помощь получить, но еще и чтобы каждый человек, который готов помочь, который хочет в этом участвовать, чтобы он был уверен в том, что помощь действительно приходит туда, куда надо. Поэтому мы стараемся, делаем все, что от нас зависит каждый раз. И мы очень-очень благодарны вам, каждому из вас, кто приходит, поддерживает и помогает. Потому что без вас у нас точно бы ничего не получилось, и мы не смогли бы помогать такому количеству детей. У нас сейчас, вот мы Алисы соберем, и у нас 12 человек еще в очереди. Поэтому мы, вот правда, очень благодарны, потому что это действительно большое дело и еще хорошая помощь. Спасибо вам большое. Еще раз вам спасибо. Огромное спасибо. В подготовке к этому концерту мы не переставали восхищаться вами и, в общем-то, радовались, что существует такая группа. И что мы можем быть хоть маленькой, но частью этого. Плюс ко всему, у нас еще, в общем-то, сегодняшний концерт замечательен еще и тем, что перед вами выступят почти все члены оригинального, первеначальные члены оригинального клуба бардовской песни «Далласа». Потому что время текло, люди уходили, приходили новые на смену. И сегодняшний концерт, ну это все равно, что, ну я не знаю, машина времени в оригинальном составе. Ну, то есть вы не подумайте, конечно, что я тут, у меня звездная болезнь, но, в общем-то, в пределах одного региона сравнение, в общем-то, достаточно плавномерное. Ой, боже мой, забыла. Правомерное, да, точно. Потому что много лет назад, в 2006 году, практически незнакомые люди собрались вместе для того, чтобы выступить, опять же, в благотворительном концерте в помощь и в поддержку жертвам Израиля в войне с Хизбаллой. И с тех пор клуб существует. И, в общем-то, как я уже говорила, состав его вида изменился несколько. Но благородное дело сглаживает все неурядицы и все несоответствия. И вот мы все сегодня, и бывшие, и нынешние, вместе с вами. И опять же, это благотворительный вечер. И это делает этот день вообще знаменательным для нас тоже. И то, что вы сегодня услышите, может показаться кому-то, в общем-то, достаточно эклектичным. Наша программа достаточно разнообразная и не вписывается в рамки одной темы. То есть совершенно, вы увидите. Роман, как и настоящие бывшие члены клуба, тоже все очень разные, все очень индивидуальные. И они не вписываются вообще в описание коллектива как организма. Но, очевидно, это то, чем он был интересен клуб и для участников, и для зрителей, и для слушателей, и для всех. В общем, короче, судить вам. Но прежде чем мы перейдем все-таки к концерту, нам бы хотелось сделать что-нибудь приятное для Алисы. Именно для Алисы. А именно исполнить ее любимую песню. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, Облака из неведомой страны к нам бегут и опять спешат куда-то. Облака, белогривые лошадки, Облака, что вы мчитесь без оглядки, Смотрите вы, пожалуйста, с высока, А по небу прокатите нас. Облака, не смотрите вы, пожалуйста, С высока, а по небу прокатите нас. Облака, мы помчимся в заоблачный ледак, Между тающих звезд на небосклоне, В небу прямо в руки опустится звезда, И ромашка останется в ладони. Облака, белогривые лошадки, Облака, что вы мчитесь без оглядки, Смотрите вы, пожалуйста, с высока, Облака, а по небу прокатите нас. Облака, не смотрите вы, пожалуйста, С высока, а по небу прокатите нас. Облака. А теперь начинаем. Как я уже говорила, нашу программу очень трудно уложить четко обозначенные рамки, Но мы все же нашли связующее звено. Все сегодняшние выступления можно так или иначе отнести к бардовской песне. Бардами являлись и Денис Давыдов, и Александр Вертинский, Исполнительные русских романсов, и поэты серебряного века, И являются современные авторы, потому как стихи о любви, дружбе, благородстве человеческих душ Под гитару, под аккордеон, под пианино Так же тепло звучат, как и разговор старых друзей. И концерт мы наш начнем сейчас, прям с начала прошлого века. Вот прям с самого начала. Романс «Ерщик не гонил лошадей» увидел свет в 15-м году, А в 20-м его уже запретили, как явление антиклассовое И несовместимое с идеалами коммунизма. Его вычеркнули из всех репертуаров, и все равно ямщик выжил. Талантливое произведение оказалось долговечнее политических систем. Жаль только, что в годы его гонений были почти забыты имена его создателей, Композитора Якова Фельдмана и поэта Николая Фолдмритера. Роман. Как тускло туманно кругом Тоскли безотразимый путь, А прошлое кажется сном Томин наболевшим грусть. Ямщик не гонил лошадей, Мне некуда больше спешить, Мне некого больше любить. Ямщик не гонил лошадей, Все было, лишь ложь и обман, Прощай и мечты, и покой, А боль при закрывшихся ран Останется вместе со мной. Ямщик не гонил лошадей, Мне некуда больше спешить, Мне некого больше любить. Ямщик не гонил лошадей, Как жажду средь мрачных равнин, Измену забыть и любовь, Но память мой злой лошадей, Все будет прошедшей вновь. Ямщик не гонил лошадей, Мне некуда больше спешить, Мне некого больше любить. Ямщик не гонил лошадей, Ямщик не гонил лошадей, Друзья мои, у всех есть программки, Потому что я иногда вообще так волнуюсь, Могу забыть объявить исполнителя, автора. Так что если у вас есть с чем свериться, Замечательно. Если нет, я уверена, Вы можете получить программки где-нибудь еще тоже. Итак, следующая песня у нас. «Караван» Борис Прозоровский и Борис Тимофеев. Романс был написан Борисом Прозоровским Для певицы Тамары Церетели, Вскоре после их знакомства. В Тифлисе, конечно, где же. Как и герои романса, Прозоровский и Церетели странно встретились, И в дальнейшем, к сожалению, Не менее странно разошлись. Их разлучила только смерть, Потому что Прозоровский в 1937 году Был, увы, расстрелян. Мы странно встретились, И странно разойдемся, Улыбкой, нежностью Роман окончен наш. И если памятью Прошедшему вернемся, То, скажем, это Был мираж. Так иногда в томительной пустыне Мелькают образы далеких чудных стран, Но это призраки и снова небо синее, И вдаль бредет усталый караван. И мы, как путники, И мы, как путники, обмануты миражем, Тесны неверные, не в силах уберечь. Мы никогда друг другу не расскажем Всю тайну наших странных встреч. Так иногда в томительной пустыне Мелькают образы далеких чудных стран, Но это призраки и снова небо синее, И вдаль бредет усталый караван. Пусть впереди Все призрачено, туманно, Как наших чувств пленительный обман. Мы странно встретились, И ты уйдешь нежданно, Как в путь уходит караван. Так иногда в томительной пустыне Мелькают образы далеких чудных стран, Но это призраки и снова небо синее, И вдаль бредет усталый караван. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Юра. Так, у меня небольшая техническая пауза. Дорогие гости, те, которые находятся на кухне, У нас микрофон очень чувствительный в камере, И поэтому большая убедительная просьба. Все разговоры, может быть, в перерывах между песнями. Пожалуйста, спасибо большое. Жить бы нам в Серебряном веке. Серебряный век – это не хронологический период, По крайней мере, не только период, И не сумма литературных течений. Скорее, понятие «серебряный век» уместно применить К образу мысли, мышления. И как хорошо, и как хотелось бы иногда к нему прикоснуться, Или хотя бы взглянуть в щелочку. Жить бы нам в Серебряном веке, Кружева носить и на сорочках, Вспять бы поворачивать реки И сватать губернаторских дочек. Вспять бы поворачивать реки И сватать губернаторских дочек. Ночью пробираться украдкой Вслед за проезжавшей каретой Каждый раз любить без оглядки И зная, чем закончится это. Каждый раз любить без оглядки И зная, чем закончится это. Шляться по бортовым притонам В поисках сомнительной славы К радучи спускаться с балкона Знатной и влиятельной дамы. К радучи спускаться с балкона Знатной и влиятельной дамы. Жизнь прожит тревожно и нежно В плене бесконечных объятиях Каяться в грехах неизбежных Изредка целуя распятия. Каяться в грехах неизбежных Изредка целуя распятия. Быть бы шален да упрям Кружева носите на сорочках Быть бы невлиятельной дамой Или губернаторской дочкой Быть бы невлиятельной дамой Или губернаторской дочкой Ариетка так называл свои песни Вертинский Под названием «Мадам уже падают листья» Причисляют к парижскому периоду. И совершенно неизвестно, был ли у романса прототип Или, возможно, Александр Николаевич Просто будучи любвеобильным человеком Вывел собирательный образ. Хотя, строго говоря, произведение было написано Вовсе даже и не в Париже, а на побережье Балтийского моря в Данциге. Ну какая разница? Оно звучит прекрасно. Аплодисменты На солнечном пляже в июне В своих голубых пижамах Девчонка, звезда и шалуния Она меня сводит с ума Под синим берсес океаном На желто-лимонном песквях Настойчиво, нежно и рьяно Я ей напеваю в тоске Мадам, уже песни пропеты И нечего больше сказать Какое волшебное лето Не надо так долго терзать Я жду вас, как сна голубого Я гибну в любовном огне Когда, когда же вы скажете слово Когда вы придете ко мне Потом опустели террасы Из пляжа кабинки снесли И даже рыбачьи баркасы В далекое море ушли А птицы так грустно и нежно Прощали со мной на заре И вот уж совсем безнадежно Я ей говорил в октябре Мадам, уже падают листья И осень смертельно придут Уже виноградные кисти Желтеют в осеннем саду Я жду вас, как сна голубого Я гибну в любовном огне Когда же скажете слово Когда вы придете ко мне И взгляд, опуская устало Шепнула она, как в бреду Я вас слишком долго желала Я к вам никогда не приду А теперь объявляю А теперь объявляю Потому что ну что было объявлять До того, как он исполнил песню? Ну кто его знает? А теперь знают все Миша Велецкий Наша гордость, наша радость Хорошо, что мы вас развеселили А теперь другая песня Есть песни печали Когда никак иначе нельзя выразить Боль потери или разочарования Они в кажущемся в своем иносказании Наиболее ярко передают чувства Которые сложно определить простыми словами Одна из таких песен перед вами сейчас и прозвучит Это песня «Тишина» На стихе Роберта Рашдвейстенского Композитор Калмыков, да? А исполнит Игорь Богорелый В траве тишина В камыша тишина В лесу тишина Так тихо, что стыдно глаза распахнуть И на землю ступить Так тихо, что страшно Так тихо, что ноет спина Так тихо, что слово сказать Все равно, что убить Визжащий, орущий, разболтанный мир Заболел тишиной Лежит он с пеленут крест на крест Ее покрывал тугим Так тихо, как будто все птицы Покинули землю одна за одной Как будто все люди Оставили землю один за другим Как будто земля превратилась в бездонный музей Тишина Так тихо, что музыку надо Как чье-то лицо вспоминать Так тихо, что даже тишайшие мысли Далеко слышны Так тихо, что заново хочется Жизнь начинать Визжащий, орущий, разболтанный мир Заболел тишиной Лежит он с пеленут крест на крест Ее покрывал тугим Так тихо, как будто все птицы Покинули землю одна за одной Как будто все люди Оставили землю один за другим Борису Пастернаку принадлежит идея Соединить в одном произведении Прозу и стихи Речь, в частности, идет о знаменитом романе Доктор Живаго Последняя часть которого Была полностью посвящена Поэзии доктора Живаго И когда роман После долгих лет После написания О прошествии Был опубликован Стихотворение Зимняя ночь Было признано Одним из самых лучших Произведений Любовной лирики Миша Чаусовский Я еще не заслужил А О, окей Хе-хе Окей Мело-мело По всей земле Во все пределы Свеча горела на столе Свеча горела Свеча горела Как летом роем Машкара Летит на пламя Слетались лопья со двора Как вонной раме Метель лепила На стекле Кружки и стрелы Свеча горела на столе Свеча горела На озаренный потолок Ложились тени Скрещенье рук Скрещенье ног Судьбы Скрещенья И падали два башмачка Со стуком на пол И воск слезами с ночника На платье капал И все терялось В снежной мгле Седой И белой Свеча горела На столе Свеча горела На свечу На свечу На свечу Дум Из угла И жару Соблазна Вздымал Как англ Два крыла Креста Праздна 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 Свеча Свеча горела На столе Свеча горела Свеча горела Свеча горела На свечу На свечу Классической музыки Романса И вообще всего Так вот наряду с любителями У нас сегодня В составе нашей группы Есть один профессионал То есть совершенно дипломированный Даже если бы у него не было диплома Те, кто его один раз слышали Понимали сразу С кем имеют дело И вот сегодня Сегодня Он нам исполнит Замечательный вальс Мюзет Во французском стиле Свет и тени Сочиненный Паоло Пицегони Австрийским композитором С итальянской фамилией Вот такие вот у нас переходы Такие большие Итак, Свет и тени Паоло Пицегони Паоло Пицегони Паоло Пицегони Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Но я еще хочу сказать, что на свою последнюю попытку предложения руки и сердца он ее сделал в ультимативном виде. Он сказал, что если он и сейчас получит отказ, то он уже непременно все-таки женится. И таки да, женился на 16-летней девчонке, которая впоследствии подарила нам прекрасных двух актрис Анастасия и Марианна Вертинской. А кому хуже стало от этого? Пленная луна, как пленная царевна, грустна, задумчива, бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит напевно. Она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане упала на террасу тень. Зажглись огни в тумане, отлив лениво ткет по дну узор пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш последний ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайные свидания, за незабвенные слова и пылкие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье за эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, за упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я поднимаю свой бокал за неизбежность смены, за наши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто нас там ждет, ревнуя, за возвращение к нему, бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а тот иной. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам. Сочинила польская поэтесса Агнешка Анецка в конце 60-х годов. В это время она познакомилась с Булатом Акуджавой. Они друг другу понравились и начали активно работать вместе. В результате Булат Акуджава перевел стихи осетской и сочинил музыку ключевым песням для спектакля. Он присутствовал на всех премьерах, а когда на пол клоны вызывали автора, выходил и пел романс из этого же спектакля «К чему нам быть на «ты»». И этот романс, в общем-то, в полной мере передавал и отношения Агнешки и Булата. К чему, на «ты» нам быть, к чему? Мы искушаем расстояние Милее сердцу и уму старинные Вы, пан, вы, пани Милее сердцу и уму старинные Вы, пани, какими прежде были мы Приятно, что не говорите Услышать из вечерней тьмы, пожалуйста Не уходите Я муки адские терплю А нужно сущности немного Лишь прошептать Я вас люблю, мой друг, без вас Мне одиноко Лишь прошептать Я вас люблю, мой друг, без вас Мне одиноко Зачем мы перешли на «ты»? За это нам и перепало На грош любви И простоты А что-то главное пропало На грош любви И простоты А что-то главное пропало Спасибо Спасибо Долгое время имя автора романца «Я помню вальса звук прелестный» было неизвестно широкому кругу слушателей, да и исполнителей тоже. Но все же он есть И это было единственное музыкально-поэтическое сочинение Николая Афанасьевича Листова И причиной тому стала счастливая любовная история Николая Листова и Александры Медведевой Листов написал всего один романс Но этого хватило, чтобы его имя навсегда было увековечено в памяти любителей романса. Я помню вальса звук прелестный Весенней ночью поздний час Его пел голос неизвестный и песня чудная лилась Да то был вальс чудесный, томный, да то был дивный вальс Теперь зима, ведь все же ели Покрытые им стоят А за окном шумят метели И звуки вальса не звучат Где этот вальс чудесный, томный, где этот дивный вальс АПЛОДИСМЕНТЫ Слышно? Слышно. Из писем Марины Цветаевой В самый трудный, самый безысходный час своей души Идите ко мне, приходите У меня есть много новых стихов И я вас люблю А если вам не здоровиться, и вам нельзя прийти И нельзя сидеть у вас Выйдем на волю, посидим где-нибудь Расскажу вам про чудовищную поэтессу И вообще расскажу вам разные вещи Удачи и заключения Целую вас, Марина Цветаева АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Марина Цветаева, Елена Фролова, Агарь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В пустыне камень твоих глазах. Орлы и гады в них и лунный год. Орлы и гады в них и лунный год. В пустыне камень твоих глазах. Орлы и гады в них и лунный год. В пустыне камень твоих глазах. Орлы и гады в них и лунный год. 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 Генрих Сапгир. А исполняет Миша Чаусовский. Генрих Сапгир. 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 Спите, 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 медвежата, медвежата и ежата, и ребята, в самый, в самый тихий ранний час. Звон подков разбудит вас, звон подков разбудит вас. Спят, спят ежата, спят мышата, медвежата, медвежата и ребята, Все, все уснули до рассвета, лишь зеленая карета, лишь зеленая карета, лишь зеленая карета. Спасибо. Аплодисменты. 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 Обезьянка Чарли устает ужасно. Жаловался он в одном из своих стихотворений, так и не ставшем песней при его жизни. Обезьянка Чарли устает ужасно от больших спектаклей, от больших ролей. Все это не нужно, все это напрасно, вечные гастроли надоели ей. Быть всегда на сцене и уже с рассветом надевать костюмы и смешить людей. Бедная актриса устает за летом, дачные успехи безразличны ей. Чарли курит кэмэл, Чарли любит виски, собственно не любит, но для дела пьет. Вот она сегодня в руле Аплодисменты исполняет танец, оголив живот. И матросы смотрят, вспоминают страны, где таких как Чарли много обезьян. И швыряют деньги, и суют бананы, а хозяин хмурый все кладет в карман. Только с каждым годом все труднее работа, люди не смеются. Людям не смешно, Чарли их жалеет, их обидел кто-то, оттого и стало. Людям все равно, звери те добрее, людям что за дело. Им нужны паяцы, им нужны шуты, А зверям одним кривляться надоело. В цирках и зверинцах поджимать хвосты. Да и мне не легче этим же матросам Петь на нашем трудном, чудном языке. Думали ли вы, Чарли, над одним вопросом, Почему мы с вами в этом кабаке? Потому что бродим нищие по свету, Потому что людям дела нет до нас. Потому что тяжко, зверю поэту, Потому что нету родины у нас. Тема любви. Она неисчерпаема. Она не подвластна времени. Она вписывается в любой жанр. Но особо ценные песни о любви написаны Не в период первой влюбленности, А по прошествии времени, После многих лет вместе. То есть по зрелому размышлению. Говорят, что любовь со временем угасает, Уступая место привязанности, Дружбе, привычке, Ну и чему там еще. А мы говорим, что это всего лишь Сопутствующие атрибуты, Неприходящие любви. Что, собственно, Миша Велецкий Свои песни сейчас еще раз нам и докажет. Я спою свою песню, И мне было бы очень приятно, Чтобы ее услышали даже на кухне. Давай откроем свадебный алебом, И полистаем с самого начала. Давай мы вспомним, как я был влюблен, Как ты меня тогда очаровала. Давай забудем боль былых обид, И вспомним только сладостные ночи, Когда казалось, что никто не спит, И что мы ночи делали короче. Давай мы все забудем и простим, И вспомним только праздничные даты, Когда все было ясным и простым, А мы с тобой ни в чем не виноваты, Давай мы у камина я разжжем, Припомним тем, кто с нами был в тот вечер, В который раз поймем, всем выдан срок, И этот срок, увы, совсем не вечер. Давай с тобой попросим всех святых, Святых и грешных, если нам поможет, Дадим цыганке пару золотых, Пусть заворожит то, что сердце гложет. Давай отыщем нежные слова, Которые без устали шептали, Когда любовь всегда была права, Была права, всегда права в начале, Давай мы встретим новую зарю, Если хочешь, соловьиной рощи, Я до утра тебя заговорю, Хотя мне спеть всегда немножко проще, Давай откроем свадебный альбом. Субтитры создавал DimaTorzok Париж всегда покорял сердца своим очарованием И служил неисчерпаемым источником вдохновения Многих поколений писателей, поэтов, художников и композиторов. Так, например, существует Париж генерала Черноты, Париж Александра Вертинского, Париж Хайма Сутина и Париж Модильяне. О Париже пели тогда, поют и сейчас. Так, Миша, ты не на кухне. Две песни, которые вы сейчас услышите о Париже, Написаны современными авторами, Александром Розенбаумом и Виктором Третьяковым. Но поскольку по-разному они ощущают, чувствуют, И по-разному исполняются эти два произведения. Опять один в постели полусонный, Во тьме ночами лишь стук шаленых копыт, Давно лежит на золотых погонах Парижских улиц вековая пыль, Парижских улиц вековая пыль, Блестящие тускнеют офицеры. Как говорится, Боже, дашь нам днесь Уже не так изысканный манер. Осталась только выправка до чести, Осталась только выправка до чести. Я жив, мой друг, покоенный и свободен, Но стал мне часто сниться странный сон. На водопой по василькам уводит Седой денщик коня за горизонт, Седой денщик коня за горизонт. Осенним утром псовая охота, Порозы стелят до ежачьих крик. Густой туман спустился на болото, Где ждут своих тетерок глухари, Кто мы с тобою здесь на самом деле. Один вопрос и лишь один ответ. Мон Шерами, мы здесь с тобой, Мишели. Здесь нет отечества и отчества тоже нет. Здесь нет отечества и отчества тоже нет. Не привыкать до первой крови драться, Когда пробоют последний раз часы. Но, господа, как хочется стреляться Среди березок средние полосы, Среди березок средние полосы. Париж Пора, 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 закончились гастроли, Париж уже с утра прощается дождем, Потом слова, потом, в последнем кадре роли Мы молча под зонтом, Рено у входа ждем. Пора, мой друг, пора, и нет печальней слова, Пусть жесты лишь игра, Монетку брось в фонтан, Чтобы однажды нам Сюда вернуться снова Своим волшебным сном На улицу Лон Шан. Ну не плачь, Париж, не плачь, Ностальгия это чудо, Ты спаситель и палач Заплутавших русских душ. Я вернусь, чтоб снова песню сложить, Эх, мне бы только вот Високосный год пережить. Пора, мой друг, пора, Писать стихотворенья осенняя пора, На чашечках весов. Домой пора, домой, В шестое измеренье, Где властвует иной Ход мыслей и часов. Где я рукой судьбы Прописан без прописки, Где пять минут ходьбы До церкви на горе. Прощай, Париж, прости, Обратный путь неблизкий. Спасибо, Шерамин, За сказку в октябре. Да ну не плачь, Париж, не плачь, Ностальгия это чушь, Ты спаситель и палач Заплутавших русских душ. Я вернусь сюда, Чтоб вновь побложить. Эх, мне бы только вот Високосный год пережить. Эх, мне бы только вот Високосный год пережить. Эх, мне бы только вот Високосный год пережить. Спасибо. И снова про любовь. Вы знаете, когда я спросила у Алии, Как называется ее песня, Она так сказала просто про любовь. Потому что бардовских песен Про любовь много не бывает. Они все разные, Все очень индивидуальные. И в большинстве своем Очень личные. И они, в общем-то, Не нуждаются ни в каком представлении. Их просто надо слушать. Алия исполняет свою песню. Лина, если ты разрешишь мне добавить. Не судите, как говорится, Эта песня была написана в 15 лет. Вот, но так как этот концерт Для девочки И скоро ей будет 15 лет И она тоже будет испытывать Эти же чувства Вот, про первую любовь. Когда любовь нам открывает очи, Так хочется быть искренне добрее, Становятся прекрасны дни и ночи. Есенина, читаешь и скорее Бежишь, идешь под теплотою мая И дышится легко и глубоко Румянец легкий на щеках играет Глаза блестят и смотрят далеко И кажется, настал тот день нечастный Ждала его так долго, безмятежно Я наконец-то повстречала вас И взгляд спокойный, мягкий, нежный Твоя любовь ко мне напоминает солнце Такая светлая, как лучик на свет Чисто прозрачно, как водица из колодца Живу в любви твоей, как в сказке лесен Живу в любви твоей, как в сказке лесен То чувство погубил ты так жестоко Не разрешает боль тебя любить В едине с памятью так горько Ты отпусти меня, позволь тебя забыть Твоя любовь ко мне напоминала солнце Такая светлая, как лучик на заре Чисто прозрачно, как водица из колодца Живу в любви твоей, как в сказке лесен Живу в любви твоей, как в сказке лесен Мадам Грицацуева Один из второстепенных персонажей романа Ильфа и Петрова «12 стульев» Не думаю, что авторы придавали этому персонажу особое значение Однако образ Грицацуевой стал нарицательным А фраза Бендера о ней «Знойная женщина, мечта поэта» Крылатый И сейчас вы услышите краткое содержание истории ее любви АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Умоляю, ушел из дома Товарищ Бендер Одет Лиловые башмаки Желтые штаны Зеленый пиджак Прилюмят Я, я помню локоны Густые локоны Нам было весело Мы пили чай Мошки велися У ламп около Так познакомил нас слепой случай На патефон игрой Танго печальная Танго печальная Звала нас в сад Моя ладонь твоей Руки касалась Была я счастлива И ты был рад Как губы встретились В немом слиянии Как в грудях пышущих Скипела кровь Вот так и вспыхнула Как злодеяния Внезапно вспухшая Между нас любовь Теперь я брошена Тобой, хороший мой Зачем я брошена За что терплю За что судьбою так Все огорошено Ведь я ж безумысла Тебя люблю Теперь я брошена Тобой, хороший мой В груди кипение И ураган И вот я пою Вся как подкошено Жестокосердный мой К твоим ногам Но вы знаете Что самое интересное Что автором песни Это является Николай Грахов И в оригинале Эта песня поется От мужского лица Вы представляете Какое горе, а? Я даже подумай Боюсь об этом Романс Не уходи Побудь со мной Встреча Николая Зубова С Анастасией Вяльцевой Открыла новую страницу В творчестве Молодого композитора Вспыхнувшее чувство Вдохновило его Создание десятков романсов Большая часть которых Были посвящены его музе И исполнены, кстати, ею И среди них Наиболее известен, конечно, Романс Не уходи Не уходи Побудь со мною Побудь со мной Побудь со мной Я так давно Тебя люблю Тебя я лаской Огневою Я пожгу И утомлю Побудь со мной Побудь со мной Побудь со мной Не уходи Побудь со мной Горит огонь В моей груди Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Восторг любви Нас ждет с тобою Не уходи Не уходи Не уходи Не уходи Побудь со мной 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 короленко большой блестящий вальс бимой мажор опус 18 м у кого как не у хулигана на все это поднимется рука однако находится в наших рядах сторонники такого хулиганства которые не стесняясь исполняют это с позволения сказать хулиганское детище бардовского разгола это было у моря где ажурная пена где встречается редко городской экипаж королева играла фредерико шопена и внимая шопену полюбил ее паш ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно изящно астро весь я в чем-то норвежском и в чем-то испанском вдохновляюсь порывно берусь за перо что за дивное диво то вы леди годиво то вы вдруг иоланта то вдруг высоко стоит вам повертеться заволнуется сердце все на свете возможно для вас все легко ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно изящно остро весь я в чем-то румынском и в чем-то голландском вдохновляюсь порывно берусь за перо покачнетесь налево королев королева властелинша планеты голубых антилоп и от вдохов левкое упоение такое что запретит порфирой заурядный холоп ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно изящно остро весь я в чем-то французском и в чем-то афганском глоталяюсь порывно берусь за перо покачнетесь направо улыбнется вам слава и слетит ваше имя как цветы райских клумб прогремит ваше имя и в розовом дыме вы сойдете на землю как новый колумб ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно изящно остро весь я в чем-то узбекском и в чем-то ирландском вдохновляюсь порывно берусь за перо а качнетесь вы к выси там мерцающий бисер и постигните тайны вечной жизни процесс и мечты сюрпризерки над качалкой грызерки воплотятся в прекрасный бесконечный эксцесс это было где ажурная пена где встречается редко городской экипаж королева играла фредерика шопена и внимая шопену полюбил ее паш ананасы в шампанском ананасы в шампанском удивительно вкусно изящно остро весь я в чем-то и японском и в чем-то албанском вдохновляюсь порывно берусь за перо аплодисменты аплодисменты а риорита популярный пасадоболь 30-х годов вошла в репертуар многих испанцев кстати пасадоболь это испанский танец имитирующий кориду мы танцевать не будем нет нет не будем запись риориты ну может быть другой раз запись риориты в исполнении оркестра марека вебера в 37 году попала в советский союз где снискала огромную популярность она стала одним из символов предвоенной эпохи и эта замечательно известная довоенная мелодия впоследствии связала вместе трех талантливых наших современников известного актера и замечательного поэта геннадия шпаликова выдающегося кинорежиссера и замечательного музыканта петра тодоровского и известнейшего барда популяризатора русской и советской песни сергея никитина и сейчас она ваша и 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 Вертится фокстрот на площадке танцевальной Сорок первый год Александр Бородянский Геннадий Файнштейн Валерия Ивенская Михаил Велецкий Роман Армадз Юлия Кан Кого я еще забыла? Ой, Игорь Погорелый Игорь Погорелый Нет мудрее и прекрасней следства тревог, чем ночная песня жив. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных сторон, штопаем ранения судьбы. Не верь разлукам, старина и круг, лишь сон и год. Игорь Погорелый 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 за то, что снова открыли свой дом. И, друзья, перед нами выступала директор нашего фонда, Ира, маленькая скромная женщина. Она сказала, что после девочки, на которую мы собираем, у нас в очереди 12 человек детей. Так вот после сегодняшнего вечера у нас в очереди 11 человек детей. Вы закрыли еще одного ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ